Как бы сделать так, чтобы быть красивой на видео, на влогах. Я всегда какая-то, знаете, страшная получаюсь, не знаю почему. Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами не будет мукбанка, будет просто влог. И влог будет необычный, домашний. То есть я буду убираться, буду разбирать свои вещи, какие-то вещи буду отдавать именно вам. Раньше, вы знаете, мне как-то было стыдно отдавать свои старые вещи. Мне казалось, это как-то неуважение к своей аудитории, тем более я выбрасываю какие-то вещи. Но на мой взгляд вообще дурацкие. Но под моими видео старыми, где я делала расхламление своего гардероба, или просто делала уборку и показывала, что я выбрасываю, там было очень много комментариев, хейта, что почему ты такие вещи просто выбрасываешь, их же можно кому-то отдать. Поэтому я приняла решение, что теперь я буду в своем инстаграме предлагать эти вещи вам. Кто первый напишет, тому я и отдам. Но есть одно такое условие, вы должны жить в Азербайджане, непосредственно в Баку, потому что у нас почта очень дорогая, как я говорила в предыдущих видео. И отправить по почте эти вещи будет стоить намного дороже, чем себестоимость этих вещей. Я очень надеюсь, что вам влоги будут нравиться, я буду почаще снимать их для вас. К сожалению, сейчас я никуда не выхожу, сижу целыми днями дома. И поэтому какого-то, знаете, насыщенного влога не будет. Но мне самой очень нравится видео, когда блогер просто снимает дома свою рутину, что он делает в течение дня и так далее. Я надеюсь, что это видео вам понравится. Итак, первое, что я вам хочу показать, посмотрите на мою кровать просто. Здесь все валяется. У меня всегда так происходит, потому что я крашусь, смотря какого-то блогера. Вот в таком вот положении. Крашусь всегда на кровати. Очень странно, да? Сегодня вы очень много интересного про меня узнаете. Помните, я раньше снимала косметичку на месяц? Так вот, сейчас я то же самое делаю, просто уже не снимаю. Вот эта вот палетка, которую я новую купила от Makeup Revolution. Очень нравятся вот эти румяна, вот этот вот хайлайтер. В общем, использую ее каждый день. И здесь, кстати, вот лежат средства, которыми я пользуюсь каждый день. Также показывала вот эту палетку. Здесь вот этот вот, ой, господи, от моей рукой вообще неудобно. Вот этот оттенок я использую для бровей. Когда в тенях появляется дырка, когда они начинают заканчиваться, для меня это просто достижение. Как у меня плохо работает фокус на камере, это вообще... А мы сейчас переходим к самому интересному, к моим сумочкам. Здесь мне кое от чего придется избавиться, потому что я это все дело не ношу. Например, вот эта сумочка. Она классная, она красиво смотрится. Может быть, кто-то был бы рад быть обладательницей этой сумочки, но только не я. В общем и целом, она мне нравится. Но я знаю, что я ее все равно носить не буду. Поэтому сейчас в Инстаграме как раз-таки выложу сториз. Но вдруг кому-то надо. Если никто не захочет, вот тогда выброшу ее. Вот такая вот сумочка. Здесь замочек. Я ее вам, по-моему, в прошлом году показывала в покупках. Буквально в прошлом году купила, уже не ношу. Вот. Отдаю однозначно. Далее. Этот рюкзак, я его купила недавно, поэтому он у меня остается. Он очень удобный, вместительный. Покупала в Миннесо. Стоил вообще копейки. По-моему, 25 монат или 30. Так, это будет стоил. Далее вот такой вот клач. Он у меня, кстати, достаточно давно. Может, года два. Ой, здесь есть денежки. Как я обожаю, когда в сумках я нахожу деньги. У меня прям настроение поднимается. Денежки. Идите ко мне. Такой клачек. Он у меня остается. Есть вот такая вот сумочка. Она очень хорошего качества. Она красиво смотрится. Эликантная. Она такая классическая. У него был длинный ремешок. Просто я его посеяла. Не знаю, куда его делала. Вот. Нигде нету никаких вмятин. Нету. Она не порванная. То есть, она в отличном состоянии. Вот так вот открывается. Что здесь внутри? Какой-то чек. В общем, ее тоже я поставлю у себя в инстаграме, в инстасторис. Кто первый напишет, там и отдам. Далее есть вот такая вот сумочка. Здесь у меня оторвалась ручка. И я, скорее всего, отдам мастеру. Потому что сумочка мне нравится. И жалко от нее исправляться, если честно. Далее есть еще вот такая вот сумка. Она очень вместительная. Господи, сколько всего здесь. Купоны. Сейчас здесь тоже деньги найду. Как я обрадуюсь. Почаще надо такие, знаете, уборки делать. О, здесь что-то колючее. Здесь обезболивающее. Это я люблю. Это я люблю. Так, эта сумочка у меня остается. А вот от этой, пожалуй, я избавлюсь. Хотя она симпатичная, смотрится неплохо. Блин, даже не знаю, ставить или избавиться. Давайте лучше кому-то отдам. Три сумочки у меня на отдачу. И последняя вот эта, она у меня остается. Потому что она одна из последних сумочек, которые я приобрела. Это я потом уже нацепила. Но мне кажется, смотрится очень интересно. Такой длинный ремешочек. Вот так вот я обычно ношу. Посмотрим, что здесь внутри. О, три моей помады. Карточка моя. Теперь беру влажные салфетки. Вчера, когда я снимала видео на iCook, немножко порезалась. Теперь, блин, жжет палец. Надо быть аккуратнее. Люблю именно влажными салфетками вытирать. Потому что вытерла и выбросила. Я такое люблю. Так, давайте снимем для вас историю. Мой инстаграм. Кстати, обязательно подписывайтесь. Потому что я и дальше буду делать так. Вот так вот разложим их как-то красиво. Девчонки, я делала зачистку. И вот такие вот три сумочки подарю любому желающему. Просто они мне не нужны, а вам, быть может, понадобятся. Не могу сказать, что прям супки в супки. Дубль два. Девчонки, я делала зачистку. И вот такие вот три сумочки я решила кому-то отдать. Они не в супер состоянии. Сразу говорю, но подумала, чем выбрасывать, лучше кому-то из вас отдам. Если вы живете в городе Баку, то пишите. Кто первый напишет, тому и отдам вот эти три красавицы. Сейчас еще буду разбирать одежду. Еще и одежду отдам. Так, это сториз более-менее. Вообще, обычно история у меня не получается с первого раза. Господи, у меня проблемы с инстаграмом, а? Ну почему так? Ну, в общем, я сегодня вам покажу, кто получит эти сумочки. А мы с вами давайте дальше разбирать. Я не знаю, вам показывать это все или нет. Будет ли вам интересно, как я разбираю свой шкаф, выбираю здесь одежду, которая мне не нужна. Может быть, просто там снять, как я кушаю, что-то готовлю. Просто я не знаю ваши предпочтения, поэтому обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам вообще влоги, получается ли у меня этот формат. Быть может, я смотрю блогеров, которые снимают влоги и вдохновляюсь как-то, и тоже хочу снимать. А может быть, у меня просто это не получается. То есть, я не обижусь на вас. Обязательно пишите в комментариях, нравится вам больше мукбанки или влоги. А если влоги, то какого формата именно? Дома снимать или куда-то выходить? В общем, все ваши идеи жду в комментариях. Комментарии будут открыты. Поэтому пишем. Сейчас уже следующий день. Я думала, что вчера я и закончу снимать этот влог. Но я начала смотреть видео какого-то психолога. И мне настолько это понравилось, что я заснула. Вы представляете, я заснула в 6 и проснулась сегодня в 7. Получается, я спала 13 часов. Но периодически я вставала, смотрела вокруг, думала ночь, пора спать и опять спала. Это вообще такая необычная черта во мне. Я могу, например, 2 дня спать 4 часа, а потом весь день спать. В общем, вчера у меня был такой день. Поэтому сегодня я продолжаю наш этот влог. Я его почти смонтировала. Здесь момент, где я отдаю сумочки, посмотрела. Здесь видео доходит до 10 минут. В принципе, можно его выложить и в таком виде. Но я думаю, что будет интереснее, если влог получится подлиннее. Хотя бы, ну не знаю, 15-17 минут. Поэтому я продолжаю для вас снимать. Сейчас мы с вами будем завтракать. Сколько времени надо посмотреть? Так, время уже 12. Я уже выложила для вас видео, где я кушаю фасоль. И вот, кстати, я всегда монтирую видео вот в таком вот положении. Хотя здесь стоит стол. По идее, лучше сидеть за столом. Так и для здоровья вредно. Вот вы все спрашиваете, почему ты горбатая? Да, вот потому что я всегда сижу вот так. Работа у меня такая, поэтому и горбатая. Как встала, сделала себе мейк. Потому что сейчас буду для вас снимать очередное новое видео. Также заканчивать это, монтировать. Еще хочу сегодня пофотографировать. Мне кажется, это очень привычный для вас уже ракурс. Я приготовила себе чаечек. Также здесь шарлотка, которую вчера мама приготовила. Я всегда, вот на моем канале iCook на кулинарном. Кстати, ссылка будет в инфобоксе. Я всегда перепроверяю рецепты. Вот, например, эту шарлотку я готовила где-то года 2 назад. Это был мой любимый рецепт. И мама решила вчера еще раз приготовить. Действительно ли хорошо получается. Чтобы люди подписывались на ваш канал, нужно, чтобы ваши рецепты действительно были хорошие. Поэтому я стараюсь даже перепроверить. Мне показалось, что на видео яркости вообще очень мало. У меня есть идея снять неделю влогов. То есть каждый день я буду выставлять влог на протяжении недели. Скоро прилетает моя подруга Шелля. А мне кажется, я дома сидеть уже не буду. Господи, какой огромный кусочек получился. Вот это вот видео, которое я сейчас снимаю, вы увидите сегодня где-то, наверное, в 6. Это будет второе видео за день. Очень вкусно. Обязательно вам сниму на Айхук рецепт. Потому что готовится вот буквально на 2 счета. Все. Я посидела немножечко с бабушкой и решила закончить это видео немножко таким разговорным концом, так скажем. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Я знаю, что этот влог получился, ну, не особо интересный, если честно. Просто какой-то такой домашний. Если вам интересно вообще, как я убираюсь дома, как я разбираю вещи, я просто этот влог сделала как пробный. Мне просто интересно ваше мнение. Вот что вам интереснее? Вам интересно, когда я вещи выбрасываю? Или когда я убираюсь? Или я что-то показываю из косметики? В общем, просто, чтобы услышать вас. Также я, кстати, открыла комменты под последним видео. И здесь столько много позитива, столько добрых людей. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Я теперь всегда буду их открывать. Но если честно, не всегда я закрываю их. Вот есть определенные слова, которые YouTube считает за грани цензуры. Это даже может быть слово дура. Вроде бы это не мат. Вы, например, написали в предложении, может, огромный текст, где было это слово. И автоматически YouTube удаляет ваши комментарии. И когда YouTube видит, что много тех комментариев, которые нужно удалять, комментарии закрываются. Иногда такое бывает, что даже какие-то старые видео, и на них просто закрыты комментарии. Я не знаю почему. Я пишу в техническую поддержку YouTube, и мне объясняют, что есть определенные комментарии, которые удаляются. Даже я их не вижу. Также, чтобы снимать влоги, например, на улице, мне нужна новая камера. Вы уже привыкли видеть картинку на профессиональном Кэноне. И если я сейчас начну снимать на телефон, вам не понравится то, что вы увидите это раз. Мне самой не понравится то, что получится. И, скорее всего, я это не выложу. Вообще, очень часто бывает, я снимаю какие-то влоги, потом их удаляю. Но в процессе монтажа я думаю, блин, это неинтересно, кто это будет смотреть. Вообще, блогером быть, это очень круто. Если вы задумываетесь о том, чтобы стать блогером или нет, начать снимать или нет, я бы однозначно советовала, потому что так приятно осознавать, что есть люди на земле, которые просто так тебя любят. Вот просто так любят тебя. Ну, как твои родители, не знаю, как твой брат. Они также тебя обожают. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Ставьте лайки. Пишите, что вы думаете насчет идей недели влога. А я вам желаю удачного дня. Приятного аппетита. С вами Лайка Эмили. Всем пока.